Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 20 за клуб Форта Сити. У нас впереди матч с Брайтоном, если не ошибаюсь. Это правильно так называется команда. На самом деле у них нарисовано то, что они чайка что ли у них. Какая-то птица белая. Ну ладно. Который данный момент даже в реальной жизни находится на верхушке. Но это лидеры, можно сказать, в данный момент наши лиги. Но лига только сколько прошло то матча не слишком много. 18 игр. 18 игр всего же прошло. Ну что господа, переходим игре. Мы на что-то место, но при этом прошлый матч мы сыграем ничью. И не очень это хорошо, что мы ничью сыграли. Но еще приходится, что есть, что не копаем, можно так сказать. Я очень, на самом деле, в этом сезоне хочу, я несколько раз уже говорил об этом, победить в Пермьер-Ригу. Но пока нам это не дается никак. Так, у нас стартовый состав прям готов играть. Вообще такой состав им можно оставить. Ну да, тебе только еще дадим отдохнуть. Центральный полузащитник. Дадим отдохнуть. 87. Там у нас 88. Ну ты отдохнешь у нас. И ЦАП у нас отдохнет. Даже может, скорее всего, может даже ЦАП еще приобретем. Ну Центральный защитник по-любому на следующем сезоне покупать. Абрам у нас, если не ошибаюсь, уходит на пенсию. Он или в этом сезоне уходит, или в следующем. Ну, скорее всего, там написано в этом. Ну, точнее, написано в этом сезоне, если надпись. Скорее всего, он в этом. Так, фигу, да. Ну, по идее, у него по контракту должно быть еще как год. Ну ладно, погнали, господа. Поиграем мы вот сегодня одну игру. Следующая игра у нас с Эвертон, наверное, сильной командой. То, что у нас получается, ну, прошлого сезона, получается то, что мы играем отдельно с сильными командами. Может, так сказать, такая у нас ситуация. Опа, хороший удар. Ну, у них нападающих, хотел сказать, вратарь сумел отбить, но он отбивает прям игрока. Мяч убивается в аут. И срёта удар хороший. Прямо штанга была. Ну, и что, переходим к матчу. Очень интересная сегодня будет встреча. Команда с лучшими показателями в защите принимает на своем поле самую забивную. Для вас мы будем работать сегодня в прямом эфире со стадиона Амикс. Добро пожаловать всем на Амикс стадиум. Сегодня здесь всё готово к матчу, который вот-вот начнётся. Рассказывать о сегодняшнем матче вам будем мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Зовёт нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Вне сомнений, футбол нас ждёт сегодня, что надо. Какие у тебя ощущения насчёт сегодняшнего матча, Георгий? Вот честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Интересный матч сегодня нас ждёт. У хозяев лучшая оборона в лиге, а у гостей самое результативное нападение. Да, абсолютно разный стиль у команд. И посмотрим, какой сегодня возьмёт верх. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, стартовый состав Брайфена. Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-е. Нам показывают состав команды гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Ну что, первый сесток. Мы играем в гостях, господа. Эта команда сейчас лидирует среди битв за чемпионство. Но это пока только начало. Но если они выиграют в этом сезоне, я очумею. Я буду очумен от того, что, блин, не топ-клуб, который... Блин, не тостный пас. Простите, не топ-клуб, который какого-то имеет. Много денег и добился такого результата. Но при этом я хочу выиграть премиер-лигу. И будем бороться до конца. И хороший навес, и удар по воротам у нас не получается. Зачитник справляется мяч, выбивается в аут. Простите. Три очка у них отнять будет замечательно. Конечно, нам это ничего не принесет. Ну, точнее, принесет. Мы их можем с первого места выгнать. Ай, блин. Это не мы. Мы на первом месте. У, какой хороший пас. Ё-моё, а! И как он дальше мячом распорядится. Можно забивать. Какой был еще он опасный момент только у нас ворот. И как же должно быть сейчас обидно. Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед. Блин, если мы пропустили бы, я чумел бы. Потому что в последнее время мы очень много пропускаем. Самое первое. Очень много. Почему, не знаю. И у нас очень мало того, что мы играем на нулевой счет. Да, конечно, мы не слишком много пропускаем за весь сезон. Но все равно же как-то... Мяч на фланге. И тут есть свободное пространство. Сухих матчей у нас не слишком много в последнее время. Ах, Барин, тут у нас подкат был. Но надо было спасать порота. И он это сделал. Ну, что ты будешь решать? Ну, что ты будешь решать, а? И буквально подарил мяч сопернику. Да, Барин. Ё-моё, ну куда вы такие пасы даете неправильные? Потерял так нужный импульс, прежде чем докатилось до ворот соперника. Не говори, без придел какой-то творится непонятный. Хороший пас. Точнее, отнял мяч. У, только отнял мяч. Теперь надо отходить в оборону. Это все, атака обломилась. Идут они в атаку. Подавай! Может тут опасно получиться. Может быть очень опасно сейчас. Да пи давай! Ну как так ударил-то, а? Там защитник на нем висел. Да, следующая игра уникальна Санвилова, оказывается, будет. А нам показывают наши ворота. Почему наши ворота показывают, без понятия. Чему это был показ, я не знаю. Ну ладно, ничего страшного. Удар от ворот. Продолжаем свой матч. Теряют они мяч. Да блин! Прямо у игрока. Да, он хорошо отнимает мяч. Как отнял мяч? Как отнял мяч, а? Беги, беги! Ах, не получается. И мяч у нас убивается в аут. То есть мы, да? Так что мы играем гося, господа? Если не ошибаюсь, 19-й тур уже приближается. А, ну все. В середине сезона уже пришло. Ах, блин, тут офсайт. Хорошо разыграли мы, но это офсайт. Офсайт, офсайт, офсайт. Хорошо мы разыграли, но я видел офсайт был. Туда ждут нечего. Так, давай смотреть повтор. Ну, неудивительно, что игрок был уверен в своей правоте. Офсайт, что называется, миллиметровый. Понятно. Снова пас. Отдает он передачу. А сейчас вперед можно выйти. Ну, блин, ну куда ты ударил? Куда ты ударил-то? Что за удары какие-то кривые? Так, мяч у нас. Играет он на партнера. Да, е-мое, ну куда так, а? Никак не можем разыграться, никак не можем что-то придумать около ворот про соперника. Спасибо за пас. Мяч наш. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Давай-давай, беги-беги-беги. Да, е-мое, опять пас пяткой не получается. Да, е-мое. Ну и тут борьбу мы проиграем. Мяч мы себе сохраняем. Интересно, куда дальше мяч пойдет? Да, е-мое, ну куда-то прям в вратаря-то бить. Какие опасные моменты, какие опасные моменты просто чуметь. Да, хорошо, ты опустил мяч, и пас был в вратарю, был сделан. Ну куда же ты пас отдаешь? Ну ты-то то, что сделал-то. И очень опасно может быть. И мы тоже ошибку сделали, бля, пас дали. Мяч опять выбивается в аут. Снова мяч уходит у нас. Ой, блин, дурдом. Какой дурдом, а? Что-то корялось у нас, какая-то опень пошел. Устали, наверное, уже играть, да? Подкат-то, блин, со спины был. И удар по вороту, мы забиваем гол. Мы это делаем, мы делаем это. Так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Ну, наверное, устали команды в концовке тайма. Тем не менее, пропускать вот такой гол в раздевалку это не дело. Да, и сейчас настрой уже будет совершенно другой. Причем у обеих команд. 1-0. Сейчас будет веселее. Замечательно, просто замечательно. Все, свисток. Первый тайм закончился, что там 1-0. Мы в самом конце забиваем первый гол. Это матч. Ну, хотя бы первый открываем. Это замечательно. Ну, и все равно же впереди у нас второй тайм. А второй тайм очень сложный будет. Ну что, погнали. Продолжается наш матч второй тайм. Будем стараться портить им. Показатель лучшей оборонной лиги. Забивная команда в момент лидирует. Пас был нелепый. Не отнимаем мяч. Ты тут прииграл, как прииграл, да? И как он дальше мячом распорядится? Ё-моё, что вы творите-то, а? Какой опасный момент был. Хороший пас. Ну, тут-то по-любому надо было забивать таким пасом-то, а? 2-0. Выше на поле забили быстрый гол в втором тайме. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. Согласен. Молодчина просто. Хороший был от Цапа пас. Может, если Цапа меня бил бы, может быть, еще не забил гол. Его команда не замечает сопротивление соперника на поле. Ну, это еще не победа. Переди у нас еще второй тайм. Переди. 2-0 счет теперь. Кто знает. Может быть, еще голы мы увидим. Да, может быть, мы еще голы увидим, господа. Может быть, да. Так, у нас перехват не получился. Жалко. С мячом вперед он идет. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. На поле готовится выйти свежий игрок. Замена в команде хозяин. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Беги, беги, беги. Ну, что ты будешь делать? Отличное оборонительное действие. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Опа, разыгрался. Как он разыгрался хорошо-то, а? Бегай, бегай, бегай. Если хочешь, бегай. Один из лучших по игре в пас он сегодня. А вот это нарушение. Грубое нарушение. Желтая карточка. И это желтая карточка. Меняем, меняем. Даем сапа отдохнуть. Ну, тут грубая игра была. Тут даже сделать нечего. Тут даже говорить нечего. У них замена, и у нас замена. Этот Лопес у нас тоже давно играет. Он уже все свое время почти отыграл. Пускай ему на поле даем другим игрокам отдохнуть, можно так сказать. Как хорошо он уходит от игроков и забивает гол, а? Гол, как разыграли, а? Да, действительно, здорово. Команда действовала великолепно. Заставила игроков соперника сместиться со своих позиций. И воспользовалась образовавшейся свободной зоной. Ну, все, 3-0, а то уже трудно проиграть здесь. Но он дотронулся до него. Он очень был близок к нему, но, увы, не повезло. Поздравляю тебя с первым голом от ГСП Мерлиги. Так, а у них замена. Простите. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Здорово он с мячом идет. Теперь в атаке уже соперник. Попадающий молочи, но просто взял и прибежал все это поле и ухватился. И захватил этот мяч себе обратно. 20 минут осталось играть. Хороший пас. Вверх и вперед. Играет в пас команда. Блин, удар был так себе, скажу честно. Но мимо ворот мяч прошел после его удара. Хорошо разыграли мяч они в этой атаке, но не повезло с завершением. Так, нажимаю на паузу. Давайте посмотрим, кого можно заменить. А что, вратарь на нас смотрит, что-то слишком странно. Так, ты можешь у нас право-лево играть, да, получается? Давай Саку-то поменять. Ааа, блин, ну ладно. Кот, с двором мяч ушел. Дай тебе Исаки чуть-ка отдохнуть, получается, так. И Брайтон тоже сделал свои замены. Но тут офсайд. Тут никак не крутит, тут офсайд. Извини-ка. Офсайд есть офсайд. Так, продолжаем дальше. Даем пас. Ах, подката сыграл. Да ладно, да не делали мы ничего здесь. И что мы не делали? Желтая карточка, все по делу. Ну смотрите сами, это штрафной. Железный штрафной. Ух, какой все-таки опасный подкат. И наказание совершенно справедливо. Да, дурдом помнечный. Ну ладно, ничего не сделаешь. Так, понятно. Ах, блин, у нас тут фланг просто свободен. Тут от вратара отбивает мяч, но я думал, он тебе в руки возьмет. Отдает он мяч партнеру. Вратарь выходит, забирает мяч. Ну тут-то на самом деле мог бы гол быть с ним вратарь. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Как они вообще так плотно держатся? Нет, не тот я хотел сделать, не такая у меня идея была. И на фланг он басует. Блин, ну вот и падут, и уходят от нас. Опять вратарь обивает мяч, замечательно. Но мяч здесь остается. Нет, все нормально. Перехватываем у тебя мяч, спокойно вырываемся вперед. Ну, блин, игрок у нас все-таки проигрывает борьбу между тремя игроками, можно так сказать. Ну, это понят дело тут, что тут, куда там, блин. Мы же не миссии. Ну, тут все, 4-0. Все, это конец. Мы просто уничтожили первое место. В компенсированное время. Вот, молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков. Команда старается и спотерет. Если не ошибаюсь, это одиннадцатый гол. Три очка у нас в кармане. Это 100% уже. Тут как ни крути. Это хороший результат. Блин, простите, чекнуть хочу. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотреть еще раз на табло. Все говорит сам. Надеюсь, я все равно сильно не слышал. И, простите, никак это не могу тут точно отключить это. Вообще-то мог бы. Старо вон с мячом идет. Ладно, если что, буду сейчас испытывать эту ситуацию. Так, ну что будет у нас здесь? Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. Ах, мяч попал прям игрока. Все, свисток мы будем в этом матче. Сейчас ждем 4-0. Я не ожидал, что такое победы мы возьмем. Мы взяли. Мне, что многим болельщикам нравится некоторые наши комментаторские выражения. Вот многие не любят словосочетание «возить соперника». Они его находят достаточно круто. Но согласись, сегодня это выражение подходит очень точно. Но мы с тобой знаем, что это футбольный слэп. Вот если бы не эфир, я бы выразился еще остынее. Ну что, это мы прекрасно видели. То же самое. Общее сведение. По общей сведению 0-4, ударов 3-8, ударствор 0-6. Ё-моё, они вообще ничего не сделали нам. Оборона сыграла изумительно. 45-55, отбор мяча 6-6, нарушение 1-1, желтых 1-1. Офсад 1-1, и точно ударов 0-75, и точно пас 87-90. Ну что, давайте интервью дадим. Мы всегда интервью даем, даже когда проигрываем. Арсенал у нас ничью играет. Это замечательно, то, что мы можем догнать. А я не помню уже, где Арсенал находится. Так, сегодня я стал настоящим героем. Забил два гола и принялся победу. Что вы скажете о его игре? Я хочу похвалить всю команду за прекрасную игру. Да, Арп. Арп. Выделял сегодня и все прекрасно знают. Форсер Сити не проигрывает в фремьер-лигах. Как вы думаете, эта серия продолжится? Как минимум, следующий матч это ничья. Так что, вполне силам продлить серию. Так, слабее вас. Вы это придумали. Забил четыре гола. Форсер Сити много работы. Результат чрезвотный тому подтверждение. Могу только посоветовать поступать так же, как и мы. Блядь, у нас Саша, выше нас стоит. Он на первом месте стоит, а мы в жопе, блин. Ну не в жопе, в четвертом месте и сражаемся. Отчуметь. Ничего у нас изменилось. Отчуметь. Арсенал побеждает. Вот это вот она сама игра. Мы победили с четвертом 4-0, но при этом мы остались на... Вот, упали на пятое место. Следующая игра у нас с Эвертон. Следующая игра у нас с Эвертон. Это наша борьба за пятое место будет. Вообще-то, сейчас я скажу, здесь мы имеем 42 очка. И до первого места у нас разница 3 очка. Это один матч. Господа, это один матч. В данный момент у сражений идет с первого по шестого места. Потому что матч в Сити и это 36 очков в данный момент далековатенько для нас. А так, мы сейчас и сражаемся за первое по шестое место. В середине сезона. И мы играем в гостях против Эвертона. Отчуметь просто что творится, господа. А это, кажется, последний тур. А вот он, трансферы там. А там трансферы нельзя, что будет. Но мы тоже полазим. Трансферы, точнее, после трансфер. Может, кого-нибудь приобретем. Точнее, на следующий год. Вот такая история у нас, господа. Вот такая у нас происходит ситуация. То, что у нас слишком много ничей. Мы 43 забили. Больше всех забили. А как у них защита? Да, мы их защиту испортили. Теперь защита лучшего матча с Юнайтед. А мы на втором месте с Арсеналом Лондоном делим эту защиту. Мы пропущены голов. А если тут Эхэму, ё-моё, что-то творится вообще. Просто очуметь. Просто так рядом находимся вместе. И шансы у всех одинаковы. Но мы будем сражаться за 5-6 место в следующем туре. Ну, точнее, если нас обгонят. Значит, обгонят. Если нет, как нет. Ну, ладно. Прямо на этой таблице я остаюсь. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи вам. И пока.